Спецоперация, в результате которой никто не задержан и ничего не изъяли. Именно такую провели сегодня самарские стражи порядка. Полицейский Дед Мороз дарил подарки и исполнял желания тех, кто верит в чудеса. Настоящее новогоднее чудо в подарок. В канун праздника полицейские решили порадовать малышей. Сегодня они вместо Деда Мороза и сами исполняют желания. Мы себя называем полицейскими Дедами Морозами. Мы выставляли елку в управлении местной охраны. Каждый ребенок, каждый из них верит в Деда Мороза, пишет записки, открытки, где указывают свое имя и то пожелание, тот подарок, который бы они хотели получить перед Новым годом. Коньки были заветным желанием Оли. Ее брат Максим очень хотел получить к Новому году футболку и кроссовки. Но главная мечта – любящие родители, которые бы оценили и поддержали все их таланты. Мне очень хотелось научиться кататься на коньках и вместе с моей подругой Дашей, она тоже заказала коньки, кататься на льду. Оля, чего на самом деле больше всего хочешь? Я вернуться домой и жить дома. Сейчас в приюте 38 детей. Новый год они встретят все вместе, как в кругу семьи под бой курантов. Наши дети сами с воспитателями готовят праздничную еду, потом садятся так же в Новый год, так же слушают нашего президента, так же встают, когда играет гимн нашей страны. То есть то, что происходит в семье. В пять лет сотрудники ОВО исполняют желания малышей, воспитанников подшефного приюта «Ровесник». Чаще всего дети просят игрушки и гаджеты, ведь главное на елке желаний не напишешь. Мечтают все дети об одном – в своем доме и настоящей семье. Татьяна Пудова, Сергей Костин, Новости губернии.